В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте! Гитары, костры и знаменитые на весь мир концерты. Все это Грушинский фестиваль. Десятки тысяч любителей туризма и бардовской песни каждый год приезжают на Мостыльковские озера. Каждый год здесь зажигаются новые звезды, а под песней «У костра» крепнет дружба между участниками. Алина Чемерис о 42-м Грушинском фестивале и о том, как сыграли в футбол сборная ветеранов и сборная мира. Чем над водой развитая заря, под парусами нашей Бригантины. Это сладкое слово «Груша». На фестиваль «Гитар и костров» участники тульского коллектива «Бригантина» приезжают в пятый раз. Говорят, бардовская песня помогает не просто строить и жить, а острее чувствовать мир и ближе узнавать товарищей по музыкальному оружию. Хорошо собраться вместе, попеть песни, то, что приятно. Обычно песни красивые, ложатся на душу, как-то это всегда душу греет, приятно лишний раз встретиться с друзьями и попеть. О жизни, о хорошем настроении, о прекрасных людях. Сегодня Грушинский фестиваль – визитная карточка Самарской области и символ самоотверженности и невероятной смелости русского человека. В 1967 году студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин отправился в поход по реке Уда и, спасая детей, которые перевернулись в лодке, погиб. Грушин отлично играл на гитаре, обожал авторскую песню, состоял в институтском ансамбле. Через год в память о товарищи друзья Валерия собрались на песенный слет. Слет имени Грушина. С годами бардовские встречи выросли до масштабов страны и превратились в фестиваль. Десятки лет традиции здесь не меняются. Палатки, дождь, звонкий перебор гитарных струн и гора, ставшие зрительным залом для тысяч романтичных бардов. В этом году фестивальную поляну посетили представители городской и областной власти. Собираются самые различные люди для того, чтобы провести так хорошо время, встретиться друг с другом, пообщаться. Очень много народу, которые просто отдыхают, купаются, радуются. Поэтому у фестиваля очень много тех вещей, которые приносят просто радость людям. И, на мой взгляд, не только радость, но и большую пользу. Фестиваль, конечно, стал более культурным, более цивилизованным, но я надеюсь, что это никак не сказалось на творчестве, искреннем творчестве, с которым сюда приезжают исполнители со всех уголков нашей большой страны. И мы услышим новые открытия, патриотические песни, которые позволят нам укрепиться в своей любви к родине, к родному городу и к родной Самаре. На 42-м фестивале и те, чьи песни уже много лет звучат из палаточных городков. Олег Митяев, подаривший Грушинскому девиз, однажды спев о том, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Сохраняется экология этих песен. Они пишутся от души, они пишутся не на заказ, они пишутся в свободное от работы время, когда уже ты не можешь молчать. А вдохновение на Грушинском фестивале для кого-то это радостные воспоминания, для кого-то новые открытия. Какая-то определенная волна доброты, искренности, она привлекает людей именно сюда. По традиции на фестивальной поляне состоялся футбольный матч между сборной ветеранов Крыльев Советов и сборной мира. Участие в турнире принял и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он же открыл счет, отправив в ворота соперника первый мяч. Завершился главный фестивальный день большим концертом. Всюду запылали костры. Грушинская гора ожила. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Главное место встречи авторов и исполнителей на Мострюковских озерах посетили и гости из Белоруссии. Визит в честь юбилея Победы прошел под демонстрацией воздушного боя на самолетах Як-52 и, конечно, под традиционным грушинским дождем. Песня о великих страницах российской истории, выставка военной техники, сборка-разборка оружия на площадке Победы. Все, что необходимо настоящим патриотам. Гвоздь программы и специальные гости – ансамбль Рязанского десантного училища. Прикоснуться к пулеметам и автоматам под песни военных лет смогли даже самые юные посетители Грушинского фестиваля. Патриотическую площадку организовали при поддержке председателя Самарской городской думы Александра Фетисова. Часто бывает так, что и на привалах, и во время боевых действий всегда один из центральных людей – это тот, кто умеет играть на гитаре, петь песни, рассказывать языком бардовской песни о буднях, в том числе и об армейских. В этом году всеми любимая груша выросла до международных масштабов. Владимир Быстрицкий на фестиваль приехал впервые. Говорит, на его родине в Белоруссии таких праздников авторской песни никогда не было. В первую очередь впечатлила любовь россиян к гитарной лирике и широкая бардовская душа. Цель здесь одна – это вот встретиться вместе, отдохнуть вместе, попеть песни. А как еще можно рассказать боль свою, да, свое понятие, свое вот в этом мире. Вот это самое лучшее – рассказать песни. Песня, она должна идти от души. Вот действительно, это груша-фестиваль, вот он идет от души. Сегодня, вот видите, идет дождь, да. А дождь когда идет? Когда хорошее дело делается. Традиционный грушинский дождь, хлынувший в самый разгар фестивальной жизни, кажется, никого не смутил. Постоянные гости бардовского праздника привыкли. Ливни здесь льют каждый год. Спасаются дождевиками и зонтиками. Жители палаточных городков решительно заявляют – на грушинский приезжают, несмотря на погоду и обстоятельства. Здесь круто. Здесь самое главное – здесь атмосфера. Это замечательный праздник общения. Всегда можно встретить кого-то интересного на рынке, на поляне, кого-то встретить, поговорить просто. Узнать что-то новое, узнать, что происходит в других городах. Отдыхать на природе – это вообще ни с чем не сравнимое удовольствие. Атмосфера, люди доброжелательные. В городе вот так вот запросто не походишь, не познакомишься, не поразговариваешь, не пообнимаешься, не попоешь песни. Когда тучи исчезли с неба, организаторы порадовали гостей фестиваля грандиозным авиашоу. Четыре самолета Як-52 показали имитацию воздушного боя и фигуры высшего пилотажа. Мариана Мирная, Алина Чемерис, Константин Головин. События. В поселке Озерный скоро будет своя аптека. Об этом жители микрорайона попросили главу администрации Самары Олега Фурсова во время его визита в мае этого года. Магазин в микрорайоне есть, а вот за медикаментами приходилось ездить в другие районы. Глава администрации поручил установить аптечный киосок в течение двух месяцев. Как ведется работа, доложили на еженедельном совещании в мэрии. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг сообщил, что совещание с представителями крупных аптечных сетей проведено. Предприниматели определяются с местом размещения аптеки. Глава администрации поручил ускорить темпы работы. Людям вообще без разницы, проводите вы совещание, не проводите совещание. Им важен результат. Под этот результат вам устанавливаются сроки. Мы были там вместе с вами, видели, что район, микрорайон хороший. Нужно немножко, так сказать, его наполнить социальной инфраструктурой. Вопросы все пустяковые абсолютно. Решайте в кратчайшие сроки. Также в микрорайоне Озерный в течение лета запланировано провести ремонт тротуара протяженностью около 300 метров и установить новый остановочный павильон. Домашний арест, такую меру пресечения свободы, назначил суд Владимиру Сюсину, которого подозревают теперь в покушении на мошенничество. Напомню, в отношении депутата возбудили уголовное дело. По версии следствия, 1 июля около 13 часов подозреваемый в салоне автомобиля у дома на улице Свободы получил от предпринимателя 1 миллион 250 тысяч рублей за общее покровительство по работе автомойки. Также оперативные службы считают, что депутат лоббировал интересы застройщиков, и те расплачивались с ним квартирами, оформляя их на его жену. Федеральный судья Александр Соломатин дал санкцию на домашний арест депутата на 2 месяца. Это время Сюсин с браслетом снижения на ноге проведет в квартире своей жены на улице Маяковского. Я сразу, когда подобные события происходят, никогда нельзя торопиться в оценках. Это только наш замечательный земляк Владимир Ленин писал резолюции судить и расстрелять. Я не могу на себя взять ни функции, ни следствия, ни суда. Я Владимира Александровича знаю, мы поработали вместе 5 лет, и, конечно, многое из того, что случилось и как-то квалифицируется, с трудом укладывается в какую-то логику, исходя из знаний его. Но в жизни бывает все, поэтому давайте все-таки подождем то, что скажет следствие. За первую смену летней оздоровительной кампании в Самарской области отдохнуло более 62 тысяч человек. Большинство прибыло в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, которые работали при 700 школ области. В загородных лагерях за одну смену отдохнуло более 12 тысяч человек. В ходе первой смены специалисты управления Роспотребнадзора провели 470 проверок детских оздоровительных учреждений. На 232 объектах были выявлены нарушения санитарных правил. В частности, нарушены правила отбора и хранения суточных проб, хранения и обработки посуды и инвентаря, введение документации пищеблока, санитарного содержания помещений и территории. Групповых случаев инфекционной заболеваемости в течение первой смены не зарегистрировано. Отмечены единичные случаи острых респираторно-вирусных инфекций, острых кишечных инфекций, ветряной оспы и педикулеза. Парк Сафари с нубийскими львами может появиться в Самаре. С такой инициативой выступил знаменитый египетский дрессировщик Хамада Кута и обратился за поддержкой в Самарский цирк. За помощью в реализации смелого проекта директор цирка обратилась к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. С какими еще вопросами приходят самарцы к депутату, смотрите в нашем сюжете. Дом на Галактионовской 1870 года. В 2010 году был признан памятником архитектуры, построенный по индивидуальному заказу помещицы Богдановой из именного штампованного кирпича и теперь в прекрасном состоянии благодаря его жителям. Все коммуникации заменили, поставили новые окна. Одним словом, претензий к жилплощади у жильцов нет. В 2014 дом был удален из реестра памятников. Его признали аварийным. Теперь собственникам земли и помещений предлагают покинуть территорию. Нам предлагают, в общем-то, уведомили всех жильцов в конце января, всех жильцов уведомили о том, что наш дом признан аварийным и мы должны в течение полугода после получения этого распоряжения, мы должны, все собственники жилья должны снести свой дом. Все больше, в общем, там ничего было не сказано. А вот дом признали аварийным совершенно незаконно, ни одного человека из комиссии мы не видели. Признание вполне пригодных для проживания домов аварийными и ветхими – проблема, с которой на прием приходят регулярно, говорит Александр Хинштейн. Если речь идет о развитии города и есть системное, плановое, планомерное дальнейшее движение, мне бы это было понятно. Но люди об этом не знают. И есть интересы жителей, которые никому не дозволено нарушать. Тем более, большинство из людей оформлены частной собственностью. Спектр вопросов, с которыми обращаются к депутату, весьма широк. Это и вопросы точечной застройки, и помощь инвалидам, и обманутые вкладчики. Есть и совсем необычные инициативы. Египетский дрессировщик Хамада Кута предлагает создать в Самаре питомник с нубийскими львами. О такой идее депутату рассказала директор самарского цирка Татьяна Ефремова. Как в цирк, в смысле, в Самаре сделать, да, с зимним, так сказать, питомником, естественно, потому что у нас не получается без зимнего здания. Вот, то есть ему надо где-то 25 гектаров, соответственно, строительство зимнего здания подо львом, ну и он готов все остальное делать. Со всеми обращениями депутат Хинштейн обещал ознакомиться лично и контролировать течение дел. Мариана Мирная, Константин Головин. События. В Самаре отпраздновали День семьи, любви и верности. На торжественную церемонию у памятника Петру и Февронии Муромским прибыло 12 пар молодоженов, заключивших союз в этот удивительный день. А всего в губернии в этот день появилось 400 новых семей. Мариана Мирная продолжит. Счастье летит! Игорь и Олеся Рогова познакомились меньше года назад. Современная романтика через интернет. С первой встречи молодые люди были так очарованы друг другом, что сразу стали жить вместе. И вот в сопровождении кортежа из мотоциклов пара прибыла на праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Искренне верят, что заключение союза в этот день будет способствовать процветанию их семьи. Если все хорошее, почему бы не верить? Главное, что хорошо. Главное, что неплохо. Да, не это самое. Праздник не зря праздник. Наверное, так и было. Почетные гости праздника Нина Яковлевна и Григорий Федорович Лаврентьевы. Супруги уже 58 лет вместе. Прошли войну, нажили детей, внуков и даже правнуков. С молодыми делятся секретом семейного счастья. Обидел кто-то что-то, не так слово сказал. Ну, подойди, скажи, прости меня, престаразик. И обязательно просях. Значит, уже конфликт весь ликвидируем. Опять-таки будут поцелуи, самые лучшие будут жены, самые лучшие мужья. Началом доброй традиции стало появление среди молодоженов пар, которые в этот день совершили помолвку и объявили о своем искреннем желании связать себя узами брака. Очень хорошая, мне кажется, заложена сейчас традиция. И ведь, на самом деле, мы как-то потеряли смысл жениха и невесты. Правда? Вот теперь появилась такая точка отсчета, можно сказать, официальная. Подали заявление в ЗАГС, все, они помолвились, они считаются женихом и невестой. Здорово. Праздник этот у нас приживается. Это наш российский праздник. И мне очень приятно, что люди его чувствуют, его понимают. И что у нас в Российской Федерации появился наш всеми любимый праздник, День семьи, любви и верности, который носит такое светлое название. На площади славы в празднике, посвященному Дню Святых Петра и Февронии, приняли участие 12 пар. Всего в этот день в Самарской области больше 400 пар зарегистрировали свои отношения. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Яркая Самара 19-го, начало 20-го веков. Какой она была и какой могла бы быть. Исторически точные и при этом живые сюжетные картины выставлены в двух малых залах особняка Клотта. 21 картина в технике пастель рассказывает об архитектуре и душе старого города, и, конечно, о людях. Автор работ – самарский архитектор и художник Владимир Алексушин. Помощниками и идейными вдохновителями проекта стали его жена и сын. В основу работ легли исторические фотографии и сведения, но каждая картина исключительно неповторима. Начинается проект, как и сам город, с Хлебной площади. Главный принцип этой коллекции заключается в том, чтобы использовать изображения, которые не знакомы самарцам. Ни одна из этих картин не перерисована с какой-то фотографии, не использует какие-то известные изображения. В некоторых случаях были только описания тех объектов, которые изображены на картинах. Бокс – это обмен знаниями с помощью жестов. В Самаре торжественно открыли уже ставший традиционным турнир «Лето в боксерских перчатках». Сотни мальчишек и девчонок будут учиться этому виду спорта. В конце августа победителей турнира наградят памятными призами и кубками. На открытии побывал наш корреспондент. Девочки любят сильных тех, кто при необходимости может защитить. Быть готовым к непредвиденным ситуациям помогает бокс, уверен молодой спортсмен Артур Антонов. Уверенность в себе помог развить именно бокс. Вот только говорить о том, что ты боксер, можно не всем, шутит парень. Лучше об этом не говорить, что ты боксер. Ну просто. У любого спортсмена есть свои минусы. Ну допустим, боксеры не прикрывают нижнюю часть, можно ударить в паф. Сам в прошлом боксер, кандидат в мастера спорта по боксу, председатель Самарской городской думы Александр Фетисов, активно продвигает спортивную тему в Самаре уже пять лет. Здоровая и сильная молодежь, по его мнению, залог успешного будущего нашего города. Уверен, что вопреки распространенному мнению, бокс – не самый травматичный вид спорта. Настоящий бокс. Вот англичане, родоначальники этого вида спорта, они говорят, что это обмен знаниями при помощи жестов. И как раз настоящий бокс – это отсутствие травм, это красота, это техника. В этом году лето в боксерских перчатках проходит уже в третий раз. Спортивное мероприятие стало доброй традицией, и с каждым годом количество участников растет. На сегодняшний день уже зарегистрировались 300 человек, среди которых есть и девочки. Девочки – это наши козыри, как правило, они стеснительные, но после занятий летом они приходят в зал. Вот мальчишки могут еще не прийти, а девчонки 100% приходят и всю зиму занимаются. Кроме площадки на набережной, в этом году открывается еще одна площадка в Красноглинском районе на вертолетке. Весь июль и август по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 11 утра тренер абсолютно бесплатно будет заниматься со всеми желающими учить азам бокса. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Футбол явно практикует иной способ передачи информации, нежели бокс. Сотни игроков собрались, чтобы принять участие в розыгрыше Кубка наций. Игроки из разных государств будут бороться за звание лучшей команды турнира. Как оказалось, суровые соревнования еще и укрепляют дружбу между участниками. Наш корреспондент следил за баталиями на футбольном поле. На поле пыль стоит столбом! Идзели, идзели, все вперед! Пока ребята гоняют мяч по полю, группа поддержки активно сочиняет кричалки и переживает за любимых игроков. Шутка ли? Лучшие национальные команды региона собрались на площади Куйбышева в рамках турнира Кубок наций. По все времена футболисту девушек в почете. Он должен быть, наверное, очень внимательным, резким, дерзким, как Кулем. Два дня под палящим солнцем, жесткий регламент и ни минуты покоя. Названия команды говорят сами за себя. Идель, Салават Юлайф, Русичи. В составе представители только одной национальности, но допускается присутствие легионеров. У каждого свой секрет успеха. Выносливость, техничность, тактичность и сплоченность. Собрали команду очень давно, играем каждую неделю по разу, два, три. В разных чемпионатах и турнирах участвуем все вместе. Все с разных районов, собрались к тому же друзья. Какая идея именно в Кубке наций, да? Чтобы ребята еще сдружились друг с другом. То есть это различные национальные культурные центры, да? Но вот футбол их объединяет. Это очень здорово, это очень хорошо. Тем более, когда это происходит вот здесь, в центре города. Кубки и грамоты нашли своих героев. Победу одержала татарская сборная Идель. Второе место у башкирской команды. Ну а бронзу заслуженно получили русичи. Юлия Черняева, Алексей Золотенков, События. У меня еще новости экономики, не переключайтесь. Однажды умный человек сказал, что в кризис денег меньше не стало. Просто стало меньше людей, у которых они есть. Между тем, индекс потребительской уверенности восстановился до минус 14% с минус 22% в первом квартале. Причем выросли все составляющие индекса, как оценка личного благосостояния, так и экономики страны. Больше всего сегодня россияне боятся инфляции и безработицы. Отмечается не вполне благоприятная ситуация на рынке труда. Индекс чистого найма в апреле и июне опустился до минус 47%. Большинство опрошенных отметили, что их работодатели сокращают персонал. Доля тех, у которых нет сбережений, выросла до 39% с 36% в первом квартале. В целом исследователи отмечают, что россияне привыкли к кризису. Есть подозрение, что правительство приготовило пару новых потрясений. Ну, чтобы не расслаблялись. Мега-аналитик Петр Хвейчик считает, что предстоящие выплаты по внешнему долгу и угроза сокращения экономики приведут к 10% снижению рубля в третьем квартале нынешнего года. По данным Центробанка России, в третьем квартале в счет погашения внешнего долга и уплаты процентов по нему российским банкам и компаниям, работающим в других секторах экономики, предстоит выплатить почти 32 миллиарда долларов. Примерно половина всех выплат придется на сентябрь. Снижению курса доллара и евро будет способствовать и политика Центробанка, продолжающего скупать валюту для пополнения своих международных резервов. Кстати, если вы не помните, граждане подали на Центробанк в суд. Интересно, чем дело кончится. Пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга, выплатят компенсацию. Ее размер составит от 12 до 28 тысяч рублей. Так, если время, на которое задержится перелет туриста, превысит 2 часа, то сумма компенсации составит 12 тысяч рублей. От 6 до 12 часов – 18 тысяч рублей. А от 12 до 24 часов – 21 тысяча рублей. Если же время ожидания превысит 24 часа, компенсация составит 28 тысяч рублей. Также в Минтрансе отметили, что в случае сверхбронирования авиаперевозчик будет обязан предложить альтернативный маршрут. В случае, если пассажиры не устроят предложенные варианты, авиакомпания, помимо компенсации, будет обязана вернуть полную стоимость билета. Российский фондовый рынок открылся гэпом вниз. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1616 пунктов. В аутсайдерах акции «Эон Россия», «МТС», «РДР Русала», «Русгидро» и «Преф» и «Сургутнефтегаза». Среди лидеров роста – «НЛ Россия», «Распадская», «Северсталь» и «Интеррау». К конкрытию торгов в России сложился негативный внешний фон. На ожиданиях результатов воскресного референдума в Греции европейские фондовые рынки закрылись в минусе. Курс доллара наш, стоя июля – 55,60 рубля, курс евро – 62,74 рубля. Золото стоит 2088 рублей за грамм, серебро стоит 27,96 рубля за грамм. Цена нефти марки «Брент» – 59,44 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова